всем привет на моем канале сегодня небольшой обзорчик будет для любителей путешествовать любителей рыбалки охоты просто те кто любит ходить с рюкзаками наверное на таре будет вот такой рюкзак из брезента немножко похож на сидр не смысле напитка слабоалкогольного который пьют люди советской закалки я думаю помнят и знают женщина не знаю как а мужчины уж точно знают и те кто служил в армии советской что сидром называли рюкзаки брезентовые примерно такого же класса лямки у них правда были не пришиты были только снизу пришиты и сверху просто обматывались такой небольшой узелок своеобразно делался и все и как бы в рюкзачок одевался на плечи без особых карманов как бы позже сидры на эти брезентовые рюкзаки стали пришивать различные карманчики поначалу он был просто как мешком брезентовым так вот я решил приобрести себе такой же рюкзачок потому что мне надоели рюкзаки пошиты из каких-то водонепроницаемых материалов покрытые какими-то пленками которые со временем быстро приходит негодность мало того что прошиты кое-как нитки расползаются и получается что ну там как бы обычные рюкзаки имеет несколько секций и начинаются дырочки между секциями нитки расползались и вещи из одной секции переползают в другие плюс бывает что и рюкзак даже по главному шву расходится и естественно приходится выкидывать и водонепроницаемые мембраны всякие покрытия то же самое как целлофан не знаю просто трескаются расслабиваются и кусками отваливается ну что это такое и каждые 2-3 года покупать рюкзак как-то мне не хочется тем более они дешевые поэтому было принято купить брезентовый рюкзак который служит скажем так десятилетиями у меня есть уже парочка таких рюкзаков для рыбалки для съемок дрона там аксессуары разве лежат и вот решил приобрести еще один такой рюкзачок совсем простенький давайте смотреть подробно не будем болтать как говорится рюкзак вот как мешок такой две лямки имеет два кольца как обычно стопорные пропускается ремешок ну и затягивается и регулируется его длина в зависимости от того какого роста и телосложения человек который будет его использовать на рюкзаке имеется вот небольшой такой карманчик ну не знаю как насчет мобильного телефона мобильный телефон двухтысячных годов конечно сюда войдет современные телефоны все должны не войдут потому что современный телефон это лопаты конкретные лопаты сюда не ну если кто по ходу ходит там сжигалка или еще чуть-чуть какие-то можно положить вещи которые требуются довольно часто и как бы должны быть под рукой там фонарик какой-нибудь например ручка для переноски если переносить в горизонтальном положении рюкзак потом есть вот такая лямка для чего я объясню что еще у него есть внутри у него есть вот такой как я не знаю назвать кармашек несколько кармашков здесь один большой второй на молнии там внутри вот такая подкладка с одной стороны брезенца другой я не знаю как это называется я не специалист по тканям ну и третье и вот такой полупрозрачная сетка и внутри есть еще карабинчик ну сюда можно там пристегнуть что-нибудь тоже которое необходимо довольно часто или не хотите чтоб болтался эта вещь болталась на дне рюкзака брезент очень качественный достаточно толстый реально прослужит десятки лет цвета рюкзаков бывают разные я купил себе стандартный такой светло-зеленого цвета бывает песчаного цвета разные камуфлированные по кругу рюкзака есть вот такие четыре кольца металлических довольно качественно сделано запрессованы и на одном и кольце вот такая скоба для чего она сейчас я объясню внутри что у нас ну брезент и на самом дне у нас как бы вот такое дно там внутри тоже что-то положено типа такого мягкого материала как бы немножко похоже на поролон по ощущениям нитки нигде не торчат все хорошо сейчас давайте померяем размеры я возьму рулеточку так рулеточка вот здесь мерить будем но не ну давайте до самого конца 1 до самого конца у нас 61 сантиметр а если вот как бы по край вот этого как бы ну не знаю как назвать ну короче вот это неиспользуемое место будет так у нас 55 сантиметров но у нас дно у нас 30 на 20 сейчас давайте посчитаем его объем итак с помощью калькулятора я перевел сантиметр в литр и получилось 30 литров объем 30 литров ну в принципе рюкзак средний но достаточно объем сейчас я покажу как же его собрать давайте я положу внутрь туда что-нибудь для объема скажем так положили туда вот такую коробку потому что на сайте где я покупал его народ задает вопросы как же им пользоваться никакой инструкции нет я поначалу уже подумал блин что же такое-то в принципе должен быть в комплекте какая-то веревка шнур либо ремень чтобы пропустить его через кольца и как бы затянуть но оказалось все гораздо проще и так ложим положил поместил я уже туда коробку а теперь я перенасрую камеру и покажу итак начнем вот здесь как уже в начале видео я говорил есть вот такая скоба которая туда помещена в одно из колец ну с обратной стороны зашита то есть ее не вынуть хотя при желании можно надо будет сплющить наверное и вынуть хотя вряд ли получится здесь ушки такие довольно длинные на смысл аптете так делаем все просто держим за скобу одеваем сюда противоположное кольцо потом ну либо задняя либо передняя без границы тоже пропускаем сюда кольцо и пропускаем последний 4 все у нас получился вот такой конвертик вот а чтобы здесь зафиксировать у нас же есть вот такая лямка с карабинчиком и просто застегиваем все здесь все закрыто поначалу может показаться что здесь не вода непроницаема но на самом деле карманы ссоре не карманы вот эти бака с ушами скажем так сложились так что вода внутрь не будет затекать ну и все и далее либо мы несем наш рюкзачок за прошитую здесь очень хорошими нитками ручку горизонтальном положении либо одеваем на спину залянки сейчас я одену залянки и посмотрим как это выглядит надетом рюкзаке у меня телосложение метр семь и шесть среднем телосложения так беру я рюкзак накидываю одну лянку вторую все вот рюкзак вот так он выглядит подтянуть элементарно просто натягиваем вот эти хлястики и рюкзак вам садится так как вам нужно было бы совсем классно если бы вот здесь была бы еще на груди стяжка и мы знаем что рюкзак иногда вот немножко так как бы сходит на плечи норовится слезть как бы ну конечно не просто проходили а там при каком-нибудь активном телодвижении скажем так при восхождении на горы там продирание через кустарник в лесу там и так далее то есть когда человек там нагибается наклоняется и так далее то есть лямки им свойственно немножко расходиться было бы неплохо чтобы здесь было стяжечка я думаю я со временем здесь сделаю стяжечку на заметку многим просто идем в магазин для животных но собак кошек смысле и покупаем ошейник небольшой любой говорится на ваш вкус и цвет есть также брезентовый собака лежит отдыхает вахтель хунт у него брезентовый ошейник уже вот ему 45 лет ошейник покупался когда ему год был и до сих пор в идеальном состоянии вот можно тоже будет купить брезентовый ошейник также они разных размеров есть будет как раз под цвет рюкзака и здесь я его кого пределы и будет вообще все классно ну на этом все ставьте лайки подписывайтесь чтобы увидеть следующие обзоры будет еще один обзор по одному еще одну рюкзаку так что жмите подписку и колокольчик чтобы не пропустить следующие видео всем пока и